Белогорье событийное. Круглый стол под таким названием организовали в конференц-зале Белэкспоцентра в рамках 14-й межрегиональной выставки «Отдых, туризм, спорт, охота, рыбалка». Участие в заседании приняли представители правительства Белгородской области, торгово-промышленные палаты, администрации муниципальных районов области, а также операторы по внутреннему и сельскому туризму. Олеся Веденеева с подробностями. На круглом столе были представлены ключевые события предстоящего туристического сезона. Межрегиональный гастрономический фестиваль «Русская каша» обещает стать одним из них. Проект презентовал начальник городского управления потребительского рынка Евгений Ершов. Это по-настоящему уникальный для нашего региона фестиваль. Впервые праздник каши провели в прошлом году в День города. Тогда был установлен мировой рекорд. Сварили 7070 порций солдатской каши. В честь этого планируют установить памятный знак. Чтобы все жители и гости города знали о том, что именно из этой полевой кухни был установлен мировой рекорд. И рядом поставить фотобудку, которая позволит туристам нашего города и жителям нашего города фотографироваться на фоне диорамы, на фоне наших памятных объектов. Фестиваль «Русская каша» обещает быть не менее зрелищным. По словам Евгения Ершова, запланирована не только дегустация традиционного русского блюда, но и продажа тематических сувениров, развлекательная программа, а также мастер-классы поваров. Для маленьких горожан будет работать отдельная площадка «Машина каша». Фестиваль представляет собой большой кулинарный праздник, на котором будет приготовлено, опять же, символичное количество каши. Не менее 31 вида каши из 15 сортов круга. О международном фестивале «Мела» «Белмелфест», запланированном на 28 и 29 мая, рассказала начальник управления информации и массовых коммуникаций администрации Белгорода Светлана Губина. Успех прошлого года позволил значительно расширить границы. Организаторы обещают по-настоящему удивлять. Тематика «Белмелфеста» этого сезона – год кино, Олимпиады в Рио и 155-летие «Меловых разработок». Еще одна изюминка организаторы призывают всех горожан прийти на фестиваль в Белом. Состоится фестиваль классиков, 3D-рисунков на асфальте и меловых горах, конкурсы белых десертов и белых букетов и еще масса интересного. Уже подтвердила участие звезда мирового стрит-арта, 3D-рисунки на асфальте делает Вера Бугатти. Замечательная художница, вместе со своей напарницей она приедет и на музейной площади станет гвоздем программы вот этого арт-мела, мелоискусства. Кроме того, в ходе круглого стола прошла презентация портала «Интерфакс-туризм». На сайте представлены последние новости туризма в России, репортажи о событиях на курортах, аналитические обзоры, интервью с представителями отрасли. Это комплекс аналитиков по туристическим продуктам, по предложению на рынке, по ситуации, которая есть в регионе, да, туристичка, интервью с экспертами. Собравшиеся смогли познакомиться и с фестивалями, которые проходят в районах. Первыми открывать событийный календарь будут староскольцы. 8 мая в районном центре проведут праздники яйца Фомина Яичня. 10 и 11 сентября всех ждут в Грайворонском районе на узорном хороводе. Также в начале осени в Борисовском районе пройдет уже 10-й юбилейный фестиваль славянской культуры «Хотмышская осень». Ростки нового туристического облика – это в событийных мероприятиях, которые начали заявляться на федеральный уровень. Но события эти проходят один раз в год, и они действительно именно как события. Но хочется с тем, чтобы у нас были и регулярные туристические маршруты. Именно поэтому в рамках круглого стола «Белогорье Событийное» было принято решение проводить подобные встречи регулярно. Не только с целью продемонстрировать туристический потенциал региона, но и создать своеобразную площадку для взаимодействия между органами власти и представителями туристического сообщества. Олеся Веденеева, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.